Всем привет, Катаны и Катанессы! Меня зовут Лео, сегодня вместе со мной Ли и вы на канале... Эээ... Сейчас сердечко... Ли Лео! Всем привет! Давно мы не снимали живых видео и сейчас появился повод для этого. На канале GameTunes, это зарубежный канал с анимациями, вышла просто потрясающе крутая анимация, посвященная игре Человек за окном. Мы просто не могли пройти мимо этой анимации и решили вам её показать. Но перед этим мы её перевели и озвучили, так что давайте вместе посмотрим. Ссылочка на оригинал видео будет в комментариях и... По коням! Как только услышишь ты тук-тук-тук, сразу поймёшь, что ему нужен друг. И чтобы укрыться, есть лишь пять минут. Не стой ты на месте, ведь время не ждёт. Пройдёт пять минут, и он сам уйдёт. Его не задобрить ни кашей, ни гречкой. Сперва он проверит под хлебным местечком. Он в прятках хорош, заметит и мышь. Заглянет потом и под место, где спишь. Он лысиной в сумрачном свете сверкнёт, а дальше поищет, где держишь ты лёд. Пройдя коридором, нащупав тупик, заглянет под зеркало в следующий миг. Ну, пока всё идёт как в игре. И всё как в книжке. Да, стишок мы, кстати, адаптировали на русский язык даже в рифму. Если понравилось, то обязательно поставь лайкосик. Ладно, на сегодня хватит. Но ты не закончила читать. Там ещё одно место, которое он проверит. Младшенький, тебе ещё рано читать такие книжки. Ты и так уже весь дрожишь. Но, мама, я видел, что он снаружи. Честно, честно. Мне очень нравится, когда они здесь нарисованы. Я на самом деле просто... Это Зайчинелла, и все её вот эти... Ну, вы поняли, короче, это просто офигенно. Это всего лишь книга, милый. Его не существует. Мам, я же говорил! Он настоящий! Настоящий! Если книжка не лжёт, у нас есть пять минут, чтобы спрятаться. Младший и младший, что там написано про последнее место? А, у него нет семьи, ни сына, ни дочки. И перед уходом, где держатся воды, проверит он точно. Ванна! Прячься в ванной! Но, мама! Никаких но, бегом! Ладно. У меня есть пять минут, прежде чем он будет здесь. Мне нужно как-то его замедлить. Надо придумать что-то ещё. Давай! Давай! Попробуй сдвинуть это, урод! Вообще, очень странно, конечно, что надо отдала ребёнку дочитать последнюю строчку, потому что он читал по слогам, а время отошло. А мне кажется, что если последняя строчка не дочитывается, то уже не читается. Надо, наверное, всё целиком прочитать, и тогда книжка работает. А, то есть, когда ты уже прочитал, тогда пойдёт отсчёт. Ну ладно, окей. А ещё мне нравится, что в этом мультике они сделали так, что у них дома не корыто, а ванна есть. Наконец-то, ребят. Время на исходе. Нужно спрятаться в ванной вместе с младшим. Младшенький, ты прячешься в ванне, в последнем месте, где он будет искать, верно? Младший! Младший, где ты? Я здесь, мама! Младший, в книге написано, что ванна последнее место, куда он заглянет. Быстро лезь внутрь. Но, мама, тогда где спрячешься ты? Сюда ты не влезешь! Не волнуйся, я отлично прячусь. Он никогда не найдёт меня. Младшенький! Не высовывайся, младший! Отлично! Время почти вышло! Младший! Младший! Ну почему? Почему они оба не поместились в ванной? Ну, возможно, Зайчинелла, она просто такая ложится туда и, знаешь, всё собой заполняет. Ну, он бы мог залезть на Зайчинеллу, я не знаю, как на подушку. Он должен быть где-то поблизости. Они не могли уйти далеко. Я бы сама нашла его, если бы могла. Мэм, пожалуйста, успокойтесь. Мы уже прочесали весь квартал. Никто не видел серого худого человека или вашего мальчика. Не лгите мне! Человек вломился сюда и забрал моего малыша. Я не смогла остановить его. Пожалуйста, поищите ещё. Я знаю, что он ещё там. Пожалуйста. Мэм, шок частенько заставляет людей думать, что они видели безумные штуки. Мы поможем вам найти сына. Но нам нужно знать, что здесь на самом деле случилось. Вы меня не слушаете. Человек забрал его. Человек! Мэм. Полегче, офицер. Она говорит правду. Пересветая лазанья. Всем постам поступило сообщение с восточной стороны. Мать утверждает, что жуткий человек стучится в её окнёк. Конец связи. Это он! Человек, похитивший моего ребёнка! У нас всего несколько минут, пока он не ворвётся в дом. По коням, живо! Давай, офицер, жми на газ! Ты даже не представляешь, с чем мы столкнулись! Так, расскажите мне, что происходит? Сейчас мы узнаем историю этого человека. И вообще, кто он и откуда. Да, кстати. Наконец-то. Пока нет ещё официальной вселенной вокруг этого всего, потому что автор увлёкся игрой «Бой силовца теней». Все строят теории, и аниматоры в этом мультфильме тоже запилили свою теорию. Откуда, по их мнению, взялся этот серый человек? Кстати, моделька в игре настоящая, я видел, там он не серый. Он, типа, такой более... Светленький? Ну, типа, лицо такое, как у обычного человека, типа, оранжевое. А, окей. Если оранжевые люди есть в комментариях, напишите, пожалуйста. Кто этот человек за окном? Никто точно не знает. Но я знаю, на что он способен. Легенды говорят, что он перемещается в тени, не оставляя следов. Вычислить невозможно. У него круглые глаза и впалый нос. Улыбка от уха до уха. Помню его первых жертв. Бедная семья лягушек. Тогда он забрал мать. Мамочка! Человек ушёл! Можешь больше не прятаться? Мамочка! Бедняжка даже не поняла, что произошло. Она думала, что это просто невинная игра в прятки. Всё всегда начинается с книги. Человек оставляет книгу в доме, чтобы её прочитали дети. Но кто именно этот человек? Не думаю, что это имеет значение. Возможно, однажды он был человеком. Он определённо одержим детскими стишками. Так что он мог быть учителем, или нянькой, или даже поэтом. Но какое бы проклятие ни легло на его плечи, оно изменило его навсегда. Всё, что я знаю, пока мы не поймаем его, каждый из нас в опасности. И я не успокоюсь, пока он не будет гнить за решёткой. Мы на месте! Они в этом доме, последний этаж. Одна минута четвёртого. Человек уже в квартире. Бегом! Не с места! Оставь ребёнка в покое! На землю, быстро! Детектив? Мама! Бадди! Я думала, что потеряла тебя! Спасибо, офицер. Мама! Он ушёл? Его больше нет, не волнуйся. И больше никаких проклятых книг. Договорились? Хорошо. Но, мама... Да? Что нам делать женщины за дверью? По мне, по-моему, по-моему, это было просто шикарно. Это было просто круто. Мне понравилось, что они спасли семью барашков. Ну, конечно, он забрал одного из полицейских. Моего любимого персонажа, кстати, в этом мультике после Зайчинелла. Это вот так ужасно. Мы думаем, что это первая серия, и они, наверное, выпустят ещё какое-то продолжение. Тем более, что автор, я читал у него на его страничке, где он выпускает игры, что он работает над продолжением как раз-таки. А, то есть женщина за дверью. Да, женщина за дверью. Это намёк! Да. Так что, катаны, если вам понравилось это видео, и вы хотите ещё посмотреть что-нибудь в наших переводах, и посмотреть на нашу реакцию, может быть, какие-то там новые теории, ещё что-нибудь такое, обязательно поддержите это видео лайком. Ещё спасибо всем большое, кто смотрит СВПН, потому что вы знаете, что монетизации на Ютубе нет, поэтому, ну, мы типа работаем бесплатно. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, не забывайте, что у нас есть супер-ламповый Дискорд, и увидимся в следующих видео. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok